Я приветствую всех, кто сегодня присоединился к этому видео на канале Моралист. И вы находитесь в процессе развития курса Автор. И можете быть или не быть вольными слушателями нашего курса. Ну и естественно, я вновь и вновь призываю подписываться тех, кто или хочет быть блогером, или начинающих блогеров, или блогеров опытных, но имеющих какие-то трудности в ведении своих блогов. Становитесь частью нашего движения, обращайтесь ко мне за помощью, за консультациями, за разъяснениями сложных моментов о том, как вести свой блог. Сегодняшняя наша встреча, как вы это уже видите в описании и в заголовке, посвящена очень важной теме. Теме, которая недопонимается в самом начале, когда вы только-только принимаете решение, почему-то вдруг вам захотелось попробовать свои силы в ведении блога. Я настаиваю на том, что то, что вы делаете, должно измеряться. Самое минимальное движение, самое минимальное действие, это один день, одни сутки. То есть, невзирая на самом деле, в идеале, невзирая ни на праздники, ни на выходные дни, у вас на канале всё время должны выходить обновления, должны выходить новые публикации. Вы каждый день должны публиковать что-то новое. Если вы хотите, чтобы ваш канал появился в глазах поисковых систем. Я сейчас даже говорю не про людей. Потому что люди появятся чуть позже. Люди появятся чуть позже. У меня запись этого видео идёт очень-очень рано утром. Практически после пробуждения. И поэтому голос ещё не проснулся. И, кстати, вот именно поэтому я и хотел записывать видео утром. Для того, чтобы продемонстрировать, что на самом деле, когда вы развиваете свой канал, вы не должны думать. Сейчас я расскажу, о чём вы не должны думать. И это то, на что вас двигают, толкают различные блогеры, ведущие каналы, рекламирующие видеоредакторы, блогинг, платные курсы. То есть, они там говорят, этого делать нельзя. Я говорю, это делать можно. Что, вот в чём здесь проблема? Давайте поговорим об этом. Это чрезвычайно важно. Потому что, если мы это сейчас не решим, то вы не будете делать ролики каждый день. Первое. Забудьте про такое слово, как монтаж. Вначале, на старте вашего пути. Потому что монтаж делают люди, которые уже снимали себя, много снимали. И теперь они выходят на новый уровень. Они понимают, как держаться в кадре, как работать с этой камерой, с телефоном, как работать со светом. Всё это они уже пробовали. И теперь они начинают писать сценарий. То есть, выход на монтаж – это следующий уровень. Но если вы не прошли уровень работы с камерой, развития канала, вот таким образом, когда вы общаетесь с аудиторией, просто общаетесь с аудиторией, с людьми, и на вашу тему. Вот. На вашу тему, об этом мы говорили в прошлом видеоролике. Обязательно посмотрите его, чтобы понять, что выбор ниши – это не такая уж и сложная задача. И для этого ничего искать не надо. Посмотрите этот ролик обязательно, предыдущий. И вот вернёмся к тому, что такое успех, что такое движение к успеху. Прежде всего, это постепенность. Это постепенность, и это не попытка взять быстрее какую-то высоту, что называется, быстрее, скорее, получить популярность, получить просмотры, получить лайки, получить от людей какую-то ответную реакцию. То есть, вот с этой целью канал вести не надо. Потому что вы этого всего не добьётесь. Очень часто даже за деньги этого добиться не получается. Некоторые коммерсанты думают, ну, если мне канал не приносит ответную реакцию, зачем мне его вести? И обращаются они к СММщикам, которые говорят, мы вам сделаем показатели. СММщики – это люди, которые накручивают показатели. Среди них мало кто может действительно привезти людей. И эти люди сразу. Я говорю сейчас про нулевой канал, который только стартанул в интернете, в сети. И вот они сразу привели людей, которые сразу массово вдруг начали заказывать. Такие, конечно, случаи были. И есть, и будут. Но в целом, это, конечно, непросто. И требуются месяцы. Месяцы кропотливой работы. Накрутки показателей. Вот чем в основном занимаются СММщики. Это добавление в друзья. Это просмотры, лайки, комментарии. И так далее. То есть, вот это вот всё вы должны очень хорошо понимать. И канал – это как выращивание своего сада, своего дерева. То есть, вы что-то садите, что-то размещаете на грядках. Можно сравнить это с приусадебным делом. И это вот потом вырастет. Почему же нужно это делать каждый день? Почему? Почему не через день? Почему не раз в неделю? Потому что на самом деле нужно очень много видео новичку. Это потом, когда ваши показатели вырастают, и когда вырастает вес видео, и старого, и нового, меняются правила игры. Меняется периодичность выхода. С появлением аудитории. Вы понимаете, какое время более гармонично для вашей аудитории. В начале пути нужно делать следующее. Ваши материалы должны выходить ежедневно. Можно даже привязаться к какому-то конкретному времени. Привязка ко времени это материалы, которые снимаются заранее. Всегда. Вот привязка ко времени. И лучше всего это, конечно же, утро. Это утро с 5 утра до 7 утра. То есть, когда люди только собираются на работу, и когда ваше видео, которое вы опубликуете, или материал, который вы опубликуете, он будет играть в течение дня. И утром, и днем, и вечером тоже. Потому что самые первые реакции, самые первые просмотры, они происходят в первый день публикации вашего материала. Поэтому материал должен выходить утром. Относитесь к этому как к утренним новостям. То есть, утренние новости сегодняшнего дня. Или новости вчерашнего дня сегодня утром. То есть, вот, если вы говорите о событиях в той теме, в которой вы разбираетесь, или если вы развиваете какую-то тему. Ну, например, вот он на нашем канале моралист сейчас в данный момент. В тот момент, когда вы будете смотреть это видео, ситуация может кардинально поменяться. Но в данный момент, когда я снимаю это все дело, у меня есть начавшийся проект Библия. Я озвучиваю Ветхий Завет. И этот процесс идет медленно, постепенно, в день по голове. И начался вот как раз вот этот курс автор, который знакомит как которые неофиты, только-только стремящиеся стать начинающие блогеры и блогеры, может быть, не начинающие, но в общем знакомят людей с некоторыми моментами, которые ускользают от их сознания. И человек думает, что ну, это не важно. Самое главное снять видео, которое выстрелит. И человек думает над тем, как сделать так, чтобы видео выстрелило. Это правильные мысли, но они должны быть вторыми и третьими после того, о чем я говорю. То есть, первое и главное, здесь в интернете, как для поисковых систем, так и для людей, для ваших подписчиков, ваш канал должен представлять из себя поток информации, которая постоянно идет. То есть, людям вы можете быть интересны, когда у вас идет постоянный процесс. Если у вас не запланирован процесс, если вы работаете, как говорят продажники и коммерсанты, на результат, то вообще забудьте про YouTube, потому что в YouTube даже популярные блогеры, даже те, кто добивается выдающихся успехов в показателях, они все-таки понимают, что завтра они могут эти показатели потерять, потому что это, знаете, как на гребне волны. Один материал идет, другой материал не идет. Здесь очень много факторов у популярности, которые не связаны с качеством видео, не связаны с вами, как вы ведете себя в кадре, а связаны с различными ситуациями, происходящими в мире, во-первых, в тот момент, когда выходит такое видео, которое вы делаете, когда оно выходит, в какой момент истории России даже. Потому что мы с вами живем не в безвоздушном пространстве, нас окружают наши соотечественники, которые ведут себя по-разному, у которых мышление, сознание меняется под воздействием тех внешнеполитических факторов, происходящих в мире и вообще то, что происходит в стране. Как вы видите на нашем канале, вот эти моменты, происходящие в стране, они не являются центральными. Мы будем, конечно, их касаться в специальных видео, но не в курсе автор, потому что курс автор посвящен тому, чтобы поднять вашу уверенность в себе, дать вам конкретные знания, и эти знания вы можете применять на практике. Вы всегда можете обратиться ко мне в комментарии по тем контактам, которые вы видите к этому видео, и всегда можете задать вопрос, который вас интересует. Становитесь частью курса автор, для того, чтобы двигаться и развиваться. Курс автор это личностно ориентированный подход к каждому ученику, к каждому учащемуся. То есть, это не групповые занятия. Я здесь выступаю в роли ментора или репетитора, который решает либо точечные задачи, либо в целом вытягивает вас до состояния блогер и решает те цели и задачи, которые вы или находите, или они у вас уже есть. А вообще курс автор можно просто слушать, просто смотреть и не быть частью этого курса, быть вольно слушателем и со стороны наблюдать, как это все будет происходить. Естественно, если авторы какие-то пожелают, я буду о них говорить, я буду их тоже озвучивать, рассказывать об их результатах, как мы вместе развиваемся, как мы решаем те или иные задачи. Либо это будет инкогнито, когда мы с вами будем вместе работать, заниматься, и это все будет приносить вам результаты, но мы не будем это делать достоянием общественности. Это все абсолютно бесплатно, и это для тех, кому это действительно надо. То есть, если вам это надо, если вы блогер, вам нужна помощь, то мной, это необходимо, именно для этого и существует курс автор. И каждый день делайте видео. Каждый день всегда делайте видео. Это должно стать вашей привычкой. Это должно стать частью вашей жизни. Только так можно добиться успеха, и только так можно добиться роста показателей на YouTube. Потому что если у вас нету этого постоянного движения, развития, если вы не нацелены на это, то ни о каком успехе речи идти просто не может. Если вы думаете о том, ну зачем я это буду делать, ну зачем, ну мне надо найти, ну мне надо сразу, 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 если ваша цель деньги, то вы не добьетесь успеха на YouTube. Потому что люди идут на людей, они идут на конкретные знания, они идут на процесс, они идут на энергию, на то, где что-то происходит. Вот, и поэтому задумайтесь сейчас над всеми словами моими, и я вас с этими мыслями оставляю, будьте здоровы, счастливы, целостны, и оставляйте комментарии к этому видео, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал Моралист, и встретимся в следующих наших видео, посвященных тому, как мы с вами вместе растем и становимся более сильными, более успешными, и обязательно присоединяйтесь к курсу автор, и давайте двигаться вместе, и давайте друг друга вдохновлять и радовать. субтитры